всем привет с вами канал все про android сегодня у нас довольно таки интересное приложение которое называется дуплила вот такое вот интересное название мы рассмотрим вариант подключения двух android устройств одно с версией 9 android второе с версией 11 то есть на девятке у меня redmi note вот он и у нас пиксель 2 xl на 11 android почему я выбрал именно 11 android потому что здесь существует возможность подключения отладки по вай фай то есть не нужно использовать кабель но приложение позволит вам подключаться и к версиям ниже активировать отладку по вай фай можно будет при помощи подключения через от г через кабель если будет желание я сделаю отдельное видео и так что нам необходимо сделать мы устанавливаем приложение дуплила на redmi note 5 ним нет отладки по вай фай и теперь нам необходимо запустить приложение давайте сразу же вернемся и перейдем в настройки потому что здесь есть несколько вариантов на которые необходимо обратить внимание если у вас второе устройство на android 11 10 по моему в десятом вроде ввели отладку по вай фай я точно уже не помню вы можете сделать некоторые настройки по разрешению я оставил авто вот это вот настройка redirect audio from target to host позволит вам активировать передачу звука с устройство которое мы будем управлять на устройство на котором установлена дуплила далее кнопка записи то есть мы включим ее спрятать поскольку она работает только в про версии она нам не нужна на весь экран синхронизация клипборд тоже можно включить то есть это синхронизация буфера обмена держать это премиум функции это премиум далее функции projection это функции которые mirroring то есть мы настраиваем мирор функция projection здесь тоже есть настройки try to load айпи порт for pairing автоматик ли здесь тоже нужно нужно поставить галочки они стоят по умолчанию для того чтобы как только вы активируете отладку по вай фай на другом устройстве у вас все подключалось и теперь давайте перейдем нам необходимо что сделать на устройстве которым мы будем управлять включить отладку по вай фай у меня вынесен значок она включена по умолчанию она находится в разделе режимов разработчиков система режим разработчиков и здесь переходите во вкладочку отладка по вай фай и включайте эту отладку теперь нам необходимо выбрать пункт подключить устройство с помощью кода подключения еще раз повторюсь это для без проводного подключения с возможностью передачей звука выбираем этот пункт у нас появляется код подключения ip адрес и порт и выбираем на устройстве с которого мы хотим управлять выбираем вот эту пиктограмму с двумя стрелочками она именно нас и выведет на момент подключения здесь нам необходимо будет указать пэрин код как видите порт у нас подключился автоматически то есть устройство его увидела и уже добавила остается ввести только пэрин код это нам нужно для сопряжения чтобы появился хост у нас появляется local хост то есть все прошло успешно теперь необходимо подключить это устройство добавить его чтобы она отображалась в нем выбираете пиктограмм q плюс и копируете вводите сюда вот этот вот ip адрес и так у нас тут есть отладка по usb подключена вводим ip адрес я их уже вводил забивал но не по идее должны появиться автоматически и вводите вот этот вот порт 42 871 выбираем connect у нас загорелась здесь отладка по вай фай включена у нас появилось устройство то есть таким способом через local хост мы добавили устройство пиксель на свой смартфон по настройкам я уже сказал это премиум функции если вас заинтересует и у нас теперь появилось две функции мирор и project в обоих вариантах есть устройство пиксель и теперь переходим уже непосредственно к тому как это работает и так что у нас будет после сопряжения есть у нас устройство с активированными всеми функция которых я рассказал она добавлена и теперь у нас будет две возможности есть вариант мир то есть отображение со всем управлением из передачей звука и второй вариант это project то есть в обратную сторону будет проектироваться давайте начнем с мир о ринга миром выбираем смартфон как я уже говорил может быть подключено несколько смартфонов и теперь у нас доступно полное управление устройством одним со второго то есть все что мы будем производить на этом устройстве у нас будет дублироваться вернее тут даже не дублироваться а полное управление запустим какой-либо видео для того чтобы посмотреть как работает звук соединение ну будет зависит первую очередь от вашей сети какая у вас сеть я запущу какой-либо видос для того чтобы посмотреть как передается звук предварительно звук идет со второго устройства в итоге мы имеем полное управление с возможностью выйдем с возможностью воспроизводить звук просматривать и транслировать все как положено и второй момент это у нас мы сейчас выйдем вновь в дуплилу все время мне становится смешно и второй момент это project то есть мы проецируем один смартфон со второго в обратную сторону выбираем project у нас появляется возможность проекции ну тут надо подстроить немножечко я не буду проецировать но управление уже нету то есть в обратную сторону все что есть давайте я все-таки подстрою наверное по подстройке я думаю здесь будет ясно мы можем опустить вниз переместить так как нам удобно и по настройкам я уже говорил что у нас происходит то есть в обратную сторону идет трансляция смартфона который расположен слева на смартфон право два варианта использования в одном приложении надеюсь приложение многих заинтересовало я же на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал не забудьте оставить комментарий поделиться этим видео до новых встреч